Здравствуйте! Мы продолжаем нашу программу «Православие и русская литература». И в сегодняшней передаче вместе с ведущим Александром Николаевичем Уженковым, доктором наук, мы продолжим тему, которую начали в предыдущей передаче о подлинной и неподлинной вере, о новом образе государственного деятеля, можно сказать о новом типе литературы. Это уже не житийная литература, это не жития, это художественная, билетристическая литература, хотя герои остаются в рамках вот этих исторически узнаваемых событий. То есть есть некая преемственность. И сегодня мы поговорим вот еще об одном произведении, о повести о Дмитрии Басарге и о сыне его Барзасмысли. Александр Николаевич, ну вот даже произнося, вот на слух, слушая эти названия, для современного уха, современного читателя, зрителя, очень трудно воспринимать эти фамилии. Они сегодня как-то слышатся и воспринимаются несколько инаково, чем мы привыкли к нашим сегодняшним именам. Есть в этом какой-то смысл? Это объясняется? Конечно, потому что это ключи к пониманию произведения. С одной стороны, вот Дмитрий Басарга, он сам купец. И о нем будет и повествование, что вот он прибыл из Константинограда в Антиохию, и, собственно, будет разворачиваться событие в Антиохии. Но купец по-болгарски Басарга. И вот получается, что купец-купец. Вот в слове Басарга отражается его ремесло, его профессиональная деятельность. Хотел бы заметить, что повесть XVI века и в XVI веке у нас начинают складываться прозвища, которые со временем перейдут в фамилии. Поэтому вот мы наблюдаем начало этого процесса. С другой стороны, борзосмысл – сложносоставное слово. Борзый, то есть скорый. Смысл, ну, можно сказать, ум или рассудок. И в этом имени, ну, понятно, что имя светское, не то, которое получает в крещении человек. И в этом имени тоже ключ к пониманию образа. Смысла этой повести даже. Не только образа. И тут уже обобщенные имена и фамилии, получается. Получается, что да. Потому что вот то самое художественное, о котором вы говорили, мы, по сути дела, имеем дело с первым художественным произведением на Руси. Потому что здесь всё основано на вымысле. Потому что художественное произведение, оно прежде всего основывается на вымысле. То есть исторического здесь ничего нет. Кроме, вот это очень важно, самой идеи, самой темы. Поскольку вопрос идёт об истинной и о ложной вере. Мы должны вспомнить, это актуально очень для Руси, поскольку 1438-39 год, это Ферраро-Флорентийский собор, это уния, когда Константинопольский патриарх подчиняется Папе Римскому. Мы знаем, что последовало 1448 год автокефалия. То есть московский митрополит провозглашает независимость митрополии от Константинопольского патриарха. Мы знаем, опять же таки, что теперь стали ориентироваться или на Никею, или на Антиохию. Вот вам, пожалуйста. И конец, к чему это приводит с точки зрения древнерусского человека, то, что Константинополь пал. То есть отпали от веры, значит, вам наказание Господне, 1453 год Константинополь пал. Но теперь появляется другая тема – освобождение Константинополя от иноверцев, которая будет, начиная со второй половины 15 века, культивироваться на Руси. Она будет и в 19-м присутствовать, когда будут наши ошибки сразаться. И сейчас она даже присутствует, когда Константинополь будет освобожден. Вот для русского сознания отстаивание православной веры – это задача номер один. Потому что мы с вами когда-то говорили, русский православный, русская идея – сохранение православия до страшного сюда. Всё. Этим, собственно, и определяется то, как Господь устраивает наше Отечество. И как понимает в плане будущего предназначения русского народа – охранение православия. То есть здесь в художественном образе, в художественной образной системе вот этого художественного произведения, извините за тавтологию, соединяется политико-государственный, исторический концепт вместе с богословским и историко-культурным. Совершенно верно. Потому что мы с вами говорили, любое произведение Древней Руси, художественное или не художественное, оно несёт какую-то миссию. Оно имеет предназначение просвещать, вот именно это слово, просвещать читателя. Вот в художественной форме, в публицистической форме, в форме жития, но всё равно должно быть просвещение. Не развлечение в основе. Именно. Потому что это всё время духовное делание. Читаем, рассуждаем, понимаем. Потому что выстраиваем свою собственную жизнь по этим правилам. Собственно и здесь. Но здесь уже в такой фабульной форме, в форме интриг, потому что художественное произведение. Чтобы было занимательно, чтобы это чтение увлекало. Вот почему мы говорим о художественной стороне этого произведения. И ещё, что немаловажно, в 16 веке фольклор начинает проникать в русскую литературу. Вот словесность, которая будет записываться. До этого этого не случалось. Мы не знаем ни одного примера. А здесь, да. Жития не позволяли это. Был строгий канон. И это с одной стороны. С другой стороны, даже в публицистике, в словах и поучениях, которые строились больше на священном писании, понятно, что фольклору места не было. И сказкам, загадкам не было. Вот первые записи не появляются, вот исторических песен только в 16 веке. То есть, почему я говорю, что происходит вот здесь, в 16 веке, взаимодействие ума и разума. То есть, они взаимно проникновение. То есть, духовное и рациональное. И не случайно, что в этой повести рациональное выходит на первое место. Хотя бы в сказках. Точнее, в загадках, которые будут загадывать. Но, чтобы нашим читателям было понятно, о чём идёт речь. Дмитрий Басарга, купец, вместе своим товаром приплывает Антиохию. И вышел на берег, видит много судов, стоит. О, как хорошо, значит, я в этой земле смогу тоже заняться продажей своих товаров. Но, оказывается, не тут-то было. Первый, с кем он встретился, поговорили, его спрашивают. Вот смотрите, тоже любопытно. А какой ты веры? Он говорит, ну как я, православная, греческая вера? Говорит, и мы тоже. Но у нас-то, вот царь Несмеян Гордый. Смотрите, имя какое. Несмеян Гордый. Гордый, то есть вот гордыня. Опять же, вот там была гордыня у Влада Цепеша, так сказать, и здесь гордыня. То есть, а почему? Потому что они идут там путём дьявольским. Да, так сказать, вот, который гордец первый, так сказать, вот был. Который восстал против Бога. И эти тоже забывают о Боге и так себя ведут. И Несмеян Гордый. Когда у них в этой земле умер правитель, вот куда послали? Ну, как и мы, когда-то, да, на Запад. Чтобы правители Запада. Вот из Рима привели его. А привели из Рима, он и стал, привел, естественно, своих людей и стал чинить несправедливость. То есть, всех свою католическую, любопытно, католическую языческую веру. То есть, вот, чтобы было понятно, что, ну, нету там благочестия. Вот языческая, католическая вера. И Басарга быстренько сообразил, что нужно текать. Вот, ну, не тот-то было. Приходит на корабль, а там уже стража стоит. Несмеян Гордый, оказывается, всегда так поступал. Приплывает какой-то корабль, он, значит, к себе требовал. Вот приводит его, Басаргу, уже теперь к Несмеяну Гордому. Тот приглашает его на завтра, да, отобедать с ним. То есть, вы знаете, вроде бы гостеприимный хозяин. Ну, вроде бы, так сказать, гостеприимный хозяин. Вот отведаешь, так сказать, мы там поговорим моего угощения. Ну, и приходит Басарга на следующий день. Полагает, что если он угощает, так сказать, после обед, за трапезой можно обсудить. Несмеян Гордый сразу же, опять же, такие. Вот вопрос веры. Да, а ты какой веры? Он говорит, я православная греческая вера. Он говорит, ну, как жаль. Это вот если бы ты моей латинской верой был. Да, смотрите, не католическая тут, латинская. Подчеркивается язык. Потому что языковое пространство Средневековья, оно, естественно, охвачено, это латынь. Потому что католицизм распространялся с насаждением латинского языка. Через латынь. Да. Латынь и католицизм. То есть, без латыни и католицизм тогда не мыслиться. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому тут вот латинская вера у нас на Руси так и воспринимается. И он говорит, ну, хорошо. Говорит, ты видел, сколько кораблей? Видел. А видел, что хозяевов нет? Видел. Говорит, а где они? В темнице сидят. Почему? Потому что вот я им задаю загадки. А если не разгадают эти загадки, то я их добро все и забираю. Так что приходи. Через три дня, так сказать, будешь загадывать загадку. Очень современный сюжет. Очень современный. И вот маленькая деталь. Смотрите. В данном случае мы не знаем автора. Но он уже строит свое художественное произведение именно по законам художественного произведения. Вот смотрите. Мы увидим, что есть уже появляется интрига. То есть, есть опасность. Мы уже сопереживаем. Есть действие внутреннее. Есть действие. Да, да, да. Сюжетное. Да, еще пока не кульминация, но завязка уже произошла. Да. И он приходит на корабль, а смотрите, вот, семилетний отрок. Смотрите, почему семилетний? Ну, с одной стороны, до семи лет... Грехов. Нету. Так сказать, благодать на нем, на этом ребенке. И все может понять, и больше смысла, что происходит. С другой стороны, семь лет, это уже, если князь, да, он становится князем. То есть, он же... Такая пороговая... Да. Да, да. То есть, самостоятельные поступки. И вот мы видим, что вот это вот пограничное. С одной стороны, он наблюдает за своим сынишкой, который на прутик свел верхом. Ну, вот, как малышишка, как на лошадке, да, и скачет. Думает, о, малец, так сказать, ничего не понимает. Опять же, смотрите, внутренняя интрига. Отец думает, вот, ничего не разумеет, тут смерть нам грозит, а он вот скачет на этом прутике, как на лошадке. Ну, что с него возьмешь, да? А сын посмотрел на отца, видит его состояние. Благодать на нем, на отроке. Смотрит, говорит, ой, отче, а что с тобой? Да вот не спрашивает, разве ты можешь помочь? А вот здесь замечательный совершенно отец, точнее, мальчика говорит. Пусть известно тебе отец будет, удалой конь познается в бою, а верный друг в деле познается. Лишь поведай мне, отец, слово царское. А коли не поведаешь, сама царя смерть получишь, и меня погубишь. Услышал отцы на столь мудрые речи, подивился отец и рыдать перестал. То есть, потому что чувствует, что устами-то младенца кто-то другой говорит, не только младенец, потому что мудрые слишком речи эти. Устами-младенца глаголит истина. Именно, именно. То есть, вот здесь как раз то самое раскрытие смысла вот этих вот пословиц, поговорок. И имя Борзосмысл характеризует образ персонажа. Борзый смысл, ум быстрый, так сказать, сразу соображает. Он говорит, ничего, говорит, вот когда пойдешь через три дня, возьми меня с собой. И вот тут новая интрига. То есть, вот повесть строится, как вот интрига на интриге, новая интрига. Приходят они втроем, отец, слуга и сам отрак. И Несмян гордый говорит Басарге, вот отгадывай мою загадку. Да, далеко ли от востока до запада? Мы видим, загадка такая на сообразительность. Ну, что, как определить, далеко ли, то есть, вот то самое рациональное сознание, да, рациональный ум. То есть, вот рационализм, вот надо сообразить. Борзосмысл говорит царя. Ну, и вместо отца я буду отвечать, загадки. Значит, вот такие загадки у нас любопытны, что одна из поздних редакций рассказывает о том, что купцы прибыли из Киева. Не из Царьграда, а из Киева. Так он говорит, мальчик, говорит, ну, такие загадки у нас в Киеве любой мальчишка разгадает. Вот. Но перед этим, говорит, ты бы медом-то напоил бы нас. И тот кубок даёт, отдаёт отроку, отрок отцу своему, потом второй наливает, так сказать, рабу, и потом отроку. И отрок говорит, царёвы дары обратно не отдаются. Вот, то есть, абсолютно непонятно, в чём речь. Абсолютно непонятно. А это, оказывается, до того, как царь загадал свою первую загадку, отрок задал царю загадку. Вот мы тоже, пока финал повести не узнаем, мы не можем понять, казалось бы, совершенно какой-то нерациональный поступок. Почему он за пазуху кубок этот царский спрятал. А кубок – это символ, один из символов царской власти. Вот в чём всё дело. Понимаете? И вот он как бы постепенно отбирает власть у этого Несмеяна Гордого. А он сам этого не понимает, имеется в виду Несмеян Гордый, потому что он же гордый, так сказать, он этого не понимает. И отрок отвечает, далеко от востока, до 12 часов. То есть, вот, сутки состоят из 12 часов, день и ночь. Вот, всего 24 часа. И здесь я хочу заострить внимание наших зрителей, что впервые, наверное, появляется вот это внутреннее, неявное, несюжетное, невыраженное буквально в сюжете действие. То есть, вот этот сакрально-символический смысл художественного произведения. Да. Потому что мы должны уже считывать те смыслы неявные, которые автор постоянно... Чтобы было глубоким произведением... Подтекст. Подтекст обязательно должен быть. Обязательно. Если мы следим за сюжетом, а не за подтекстом, мы всей глубину произведения понять не можем. И вот Несмеян говорит, ну, хорошо, там, второй ответ мне дайте. Ну, что, вот, десятая часть убывает на земле, а днём, а ночью прибывает десятая часть. Утро говорит царю. То есть, мы придём через три дня, тебе ответим на этот вопрос. Ну, а ты сделай... Вот сейчас мы отвечаем тебе в доме, нас никто не слышит. А ты во дворе сделай какой-нибудь помост, и, так сказать, и там вот на помосте, вот ты будешь сидеть, а мы тебе скажем. Знаете, он загадывает, ему тоже загадку. Царь этого не понимает. Вот, и когда через три дня они там приходят, вот, ну, я готов тебе ответить эту загадку. Там в некоторых редакциях угощение на блюде пошло. Блюдо тоже символ царской власти, тоже за пазуху спрятали. То есть, вот, потихонечку, потихонечку, как бы, забирает полномочия, так сказать, или этой царской власти. Через смыслы, через вот эти загадки. Именно, именно. Вот, он говорит, ну, десятая часть, солнце, да, светит, вода испаряется днём, десятая часть, а ночью в виде росы, в виде дождя она всё это возвращается. И удивился, царь, да, так сказать, ну, такой малец, а так, такие загадки, которые взрослые люди. Знаете, а ведь отец-то не присутствует. То есть, он присутствует, но он... Молчит. Он молчит. За кадром. Да, он, да, да, так сказать, он присутствует. И вот мы теперь видим, как ошибаются порой взрослые, да, так сказать, вот в данном случае, потому что мы помним, что, да что малец-то может сделать? Это он ничего нам помочь мне не может. А оказывается, вот мы не знаем, откуда и как мы можем Божью помощь получить. И вот всегда промысел Божий-то разворачивается через близких наших, через людей. И вот тут мы видим ту самую Божью помощь, которая через отрока, вы правильно сказали? Потому что там и младенца, и младенец-то не случайно поехал отцом. И в этом есть Божий промысел. И не случайно именно он, да, вот выходит на... На нем грехов меньше, как помните, так сказать, Лермонтова, песня у купца калачников, да, с кучкой помоложе, тому грехов поменьше. И вот третья загадка. Вот отгадайте, что нам, что нужно делать, чтобы над вами православными христианами, да, не издевались? Вот хорошо, царю, так сказать, мы там через пять дней придем. А чего через пять дней? А ты собери всех людей на площадь, сделай высокий помост, так сказать, трон поставь там. И вот тогда, чтобы все слышали, да, и твою загадку, и мой ответ. Вот здесь фольклор через форму загадки и привносится. Совершенно верно. Потому что вот эти вот, причем рациональные, вот эти вот загадки и смыслы, которые уже считываются, да, они здесь проявляются во всей полноте своей. Ну и вот через пять дней приходят, сидит царь на троне, высоко сидит, далеко глядит, да, как в сказках, вот слуги и так далее. Подчеркивается, что царь сидит в своих царских одеждах, что у него есть венец царский, посох. То есть вот... Все атрибуты власти. Да, совершенно верно. И говорит, ну, так сказать, отвечай, вот что нужно делать, чтобы над вами промославными не издевались. И молец тут смотрит и говорит, царю, ты высоко сидишь, так сказать, далеко глядишь, тебя все слышат, а я маленький. Я отвечу, никто не услышит. Давай поменяемся местами. Вот он опять же-таки задает загадку, которую царь не может понять. То есть получается так, что каждый раз Барзасмысл отгадывает царские загадки, но царь ни одной загадки Барзасмысла не отгадал. И поэтому, казалось бы, вот изначально погибнуть должны были Басарга своим сыном, а к чему все это ведет? Мы интрига сохраняем, да к чему это все это ведет? Царь подумал, говорит, ну, там вот внизу сидит мальчик, там стоит, что он может сделать? А тут тоже любопытно, начинает работать толпа, народ. Говорит, князья, бояре, там священников, царю, да что тебе мальчик сделает? Вот, ну, что-то, так сказать, ну, послушайся мальчика. Царь спускается, а мальчик говорит, ну, давай поменяйся одеждами, дай мне свои одежды. И получается так, что вот то, что он раньше, да, как бы, так сказать, символизирующая царскую власть, да, кубок, блюдо. Кстати сказать, вот сказание о Мономаховом венце, да, памятнике 16 века, там перечисляются как раз вот эти дары, которые Константин Мономах, якобы Владимир Мономаху. А потом уже и шапка Мономаха, то есть венец, и уже скипетр, и бармы. Вот, и теперь получается так, что отрок, или, точнее, добровольно, да, царь отроку отдает символы царской власти. То есть, по сути, он передает ему власть, не понимая этого. То есть, не понимая загадку, которую задал ему отрок. И к чему это приводит? Причем зап, пришедший с запада, с латинского запада. Да, 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 казалось бы, рационалист такой был, да. А тут, ну, смотрите, тут и сыграл народ свою роль. Вот тут тоже важное. До этого в литературе не было широких народных сцен, таких влияющих на сюжет, на ситуацию. А тут вот показать единомыслие здесь, почему? Потому что, как только Барзасмысл получил меч в руки, он же говорит, что христиане нужно сделать, чтобы, так сказать, чтобы над нами православными не издевались вот такие вот цари-язычники, да, и тут же отсекает голову Несмеяну Гортому. Вот опять же-таки передача произошла, меч не в туне, то есть вот защита веры прежде всего. Он же не собирался стать царем. А теперь он говорит православный, я избавил вас от Несмеяна Гордого, от латинского царя, а теперь изберите себе царя. Он же говорит, смотрите, сама проблема, пролематика, да, избрать царя, она же тоже станет на Руси актуальной. Потому что вот та самая соборность, соборное определение, когда будут избирать царя. И народ, он говорит, ты нас избавил от царя-мучителя, значит, и ты будь царем. И здесь появляется аллюзия образа царя Давида, который был маленьким мальчиком, будучи подростком, пастушком, победил вот этого великана Голиафа, которого никто не мог победить, и избавил народ. Но мы с вами говорили когда-то, что у нас в древнерусской словесности, литературе, всегда есть опора на Библию, обязательно. То есть вот ассоциативная связь, аллюзии из Библии, несомненно, здесь присутствует. Но только таким образом вот этот подтекст, вот эти смысловые ряды и возникают, передаются. Несомненно, несомненно. Но тут еще важен момент. Смотрите, он бы сказал, да, я буду царем. Он говорит, нет, должна быть симфония власти. Он говорит, а где ваш патриарх? Вот был у вас патриарх? Да был, говорит, патриарх, но, так сказать, мы его теперь не можем найти, потому что Несмиан Гордый изгнал его. И говорит, ну а как же так, как может быть царская власть без венчания, миропомазания? Это не будет, это будет узурпация власти. Венчание на царство. Конечно. Он же не хочет быть узурпатором. Вот, и поэтому в огорчении был, это автор подчеркивает, и все в огорчении были, потому что не могли найти патриарха. И тогда по всей земле послали гонцов, так сказать, не могут найти. И только спустя какое-то время, пастух, который высоко в горах пас овец, он спустился, говорит, я видел старца, похожего на патриарха, он в пещере раскрывается. И тогда сразу послали туда, вот может быть действительно этот патриарх, действительно отказалось, что это патриарх, он спустился оттуда. И опять же таки, смотрите, как быстро взрослеет Барзосмысл. То есть у него уже начинается действие действительно царя, правителя. Точнее сказать бы, самодержца. Потому что он правильно и совершенно принимает решения, ищет патриарха, и с тем, чтобы патриарх венчал его на царство. То есть его духовное и государственное взросление не соответствует физическому времени, обгоняет физическое время. Вот в повестях древнерусских, как и в сказках, есть вот то, что называется внутреннее время, которое не совпадает с физическим временем. Потому что там и быстро взрослеют, и быстро становятся правителями умудренными. Почему? Потому что злую душу не внедет премудрость. А вот здесь чисто есть все душа, так сказать, грехами незамутненная. И вот это вот соборное определение, вот этот порыв народа, что вот ты будешь нашим правительным, потому что ты нас избавил, и будешь справедливым правителем, потому что это совершенно очевидно, приводит к тому, что действительно восстанавливается и власть православного императора, и власть патриарха. То есть та самая симфония, гармония духовно-государственная. Да, да, да. Совершенно верно. И вот любопытно, что если мы говорим вот об этой первой редакции, мы начинали с нее, но тут на этом таком счастливом финале и заканчивается. А вот третья редакция, которая возникла, по-видимому, уже в начале 17 века, там замечательно, что Басарга, нет уже матери, да, и жены нету, поэтому Басарга едет в Киев, плывет, в Киев забирает свою жену, супругу и мать этого, так сказать, божа смысла, и вот они стали жить-поживать, добро наживать, ну и так вот счастливо править в этой Антиохии, то есть восстановив справедливость, православную веру, православное управление этой землей. И скажите, можно сказать, что это тоже новый тип героя, я имею в виду браза смысла, которого не было до этого? Конечно. Вот мы каждый раз, в каждое произведение, понимаете, тут еще что очень важно, в Древней Руси появлялись те произведения, которые не были, точнее так, были не похожи на то, что было раньше. То есть они, с одной стороны, опирались на Библию, ну вот так, как мы сказали, на смыслы, на библейские смыслы, библейские тематические ключи, можно так сказать. С другой стороны, появлялся такой сюжет, которого прежде не было, потому что повторять то, что известно, никому не интересно. Это уже вторичная литература, да. А вот получается так, что каждое произведение, оно своего рода оригинальное, даже если она затрагивает, ну скажут даже тему блудного сына, но она будет интерпретироваться совершенно по-своему. Вот это и была главная тема нашей сегодняшней передачи – эволюция древнерусской литературы в традиции, в богословской и библейской традиции. Это неотъемлемое свойство нашей культуры. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин